НУРЛАН Он занимает очень важную должность, это генеральный продюсер национального телеканала «Казахстан». Когда мы предложили сыграть, он был, наверное, один из первых, кто сказал, нужно собрать всех, кто в строю, и, грубо говоря, отложил там очень важные дела для того, чтобы сыграть в этом. По большому счету, с казахстанским Эрнстом играем. Да. Не так часто мелькают азиаты на российском телевидении, поэтому, когда появляется второй азиат, который мелькает здесь, естественно, сравнивают с предыдущим. Поэтому, поэтому вот так. Помнишь, когда ты мне говорил, а ты коучер в юбке? Я говорю, а ты нурла. Я так никогда не говорил. У нас был номер однажды в полуфинале 2013 года, мы пели песню про нелегалы из Средней Азии и работницу ФМС. И мы отыграли игру, и где-то через пару дней полетели в Баку уже на гастроли, и мне раздается звонок из России, и заплаканный голос женщины, и говорит, зачем вы так сделали? Я не понимаю, что мы сделали? Она говорит, зачем вы спели про меня эту песню? Я говорю, вы кто? Она говорит, я жительница города Камазиат, я майор у ФМС, и я сейчас сожительствую с одним человеком с Северной Кавказа тогда. И самое смешное, что мы там пошутили о том, что он подарил ей целый мир, он показал ей нарды, мы спели так. А оказывается, этот супруг гражданский этой женщины открыл в Камазяке кружок нард. Все совпало. Очень успешно, да. Совпало просто один в один, все. Пришлось выходить в свет в интернет и говорить, что мы не про Галину Михайловну имели в виду, мы не про нее пили. Вот такое вот, ну не то, что пророческое, просто такое совпадение. Оно рядом не стоит с пророческой шуткой про алюминиевый шар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова